Первое послание Евангелиста Иоанна, 1 глава, 6-7 стих. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Всего два стиха. Никакого особенного богословствования, трубопонимаемого как апостола Павла нет. А когда начинаешь вникать, то эти места более всего непонятны. Вот скажи, человек, он уже спасется или нет? Все скажут, да нет. Потому что всякая ложь от дьявола, и написано участь лжецов в озере Огненном, Откровение 21-27. Понятно. Так, лжешь ты или нет, человек, ходящий в храм? Мирские люди делают исследования. И говорят, каждый в среднем в день лжет 200 раз. Ребенок маленький, мать, спрашивает, вопросы дает, примерно 450 вопросов. Он подает мир. Не, не пропольщики, перекрепили? А где я лгу? На каждом шагу, если ты не христианин. Говорит, что если мы общение с ним, с ним. А как мы имеем общение с Богом? Его рядом нет, только в молитве. Отче наш, тучи на небесах. Считаешь, да, но это и есть общение. А дальше говорит, если говорим, что имеем общение, а ходим во тьме, то мы лжем. А что такое тьма? Тьма это отсутствие света. Так объясняют. Какого света? Вот потуши свет в темную ночь и из собственной комнаты не выйдешь. Духовно точно так же человек может быть непрохвещенный. Вот что говорится в Таразаконе 28-29. Когда человек так решает, тьма обволакивает его голову, сердце, очи. Он ничего не видит. Для людей он то же самое. Он может быть в это время патриархом, президентом, губернатором. Ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой. Ходишь по тьмам. Будут тебя теснить отовсюду и обижать тебя. И никто не защитит тебя. Простые понятные слова. За что? Потому что в тьме дела тьмы известны. О них нужно говорить. Потому что мы идем по правой стороне. А с левой стороны дела тьмы. И апостол Павел перечисляет. Это дела плоти. Они суть. И перечисляет в послании Галатам Крымлинам. Не два, не три. А за десять переваливать. Иногда дается перечень грехов. Лучше бы, думаю, не читать. Сколько же всякой пакости в образе человеческом пришло на землю. Господь говорит, мне на ум не приходило. И человек делается темнее земли. Говорит, что это лицо такое черное? И когда говорится, растлилась земля, то Иоанн Златовус говорит, Бог так называет человека. Человек превратился в грязь. И Бог навел поток. Имя человеческое осталось, а человека нет. И вся земля растлилась. Не земля эта, не глина, не песок. Это человек. Ты в прах и в прах возвратишься. Иоанн 29-3. И я при стыке его ходил среди тьмы. Когда Бог освещает сердце, вокруг одно безбожество, коммунистическое учение, а ты во свете его идешь. Ты все понимаешь, что делается. Человек во свете, он знает события. Что дальше будет. Как он ведет себя ребенок. Ты уже понимаешь, от чего это есть. Ты все будешь сводить к тому, что в Боге и не в Боге. Во свете и не во свете. Ты желаешь все это знать. Напрягись сейчас. Выйди из этой тьмы. И скажи, Господи, дай мне сейчас память не пропустить ни одного слова. Не спас, не дремать пришла в храм. А уловить. Потому что человек в жизни, живущий во тьме, он никогда не попадет после смерти, во свете. Это напрасное учение такое, что умрет, а за него будут деньги подавать, попы будут молиться, и что-то как-то изменится. Ничего не изменится. За гробом нет покаяния. Тьма, объявшая человека, здесь на земле, она переходит в вечность. Псалом 111.4. Во тьме восходит свет правым. Ну а если я уже натворил грехи во тьме, то можно правду творить и выйти из тьмы. Если раньше вино пил, то теперь, говорит, воды досыто не пей. И так в каждом деле. Ты ночь преврати в день, а не наоборот. Днем ложатся спать. А ты, говорит, день превратил в ночь. А ночь это тьма. Притча 2.13. Оставляет следы, следы прямые, чтобы ходить путями тьмы. От пути двого человека, от человека, говорящего ложь, избавь меня. Если он есть тьма, говорящий ложь, то и я тьма. Стизя прямая и стезя зла. Я постоянно говорю, наблюдайте за детьми. Дети это наше отображение. Сурово наказывайте за всякую ложь. Выжигайте ее. Потому что человек попал под водительство дьявола. Он есть лжец. Экклесиаз 2.14. У мудрого глаза его, в голове его. А глупый ходит во тьме. Глаза означает разум. Если око твое чисто, то все тело будет светло. Ты знаешь, что делать? Все ради Бога. Ты все время будешь благословлять. И врага благословлять будешь. А во тьме человек, он ничего не понимает. У него помутненный разум. У него никаких правильных суждений нет. Иной замыкается, ни с кем не встречается. Думает, пусть думает обо мне хорошо. Исайя 49.9. И сказать нужно узникам. Выходите, которые во тьме. Покажитесь. Это проповедь. Люди без Христа находятся во тьме. Христос есть свет. Их надо звать. Человек этого не понимает. И когда начинаешь говорить, что без Бога люди во тьме, он обижается. Проходит немного времени и говорит, действительно так. Я ничего этого не знал, не понимал. В полной тьме. Исайя 49.9. Ждем света, его тьма. Ждем озарения. И ходим во мраке. Страна Израиля отступила от истинного Бога Иегова и впала, выдала поклонство. И вот мы во мраке. Страна российская всякая. Главный свет это Евангелие. Евангелие было скрыто. Его не давали, не переводили. Люди не знали. Умышленное погружение народа во тьму. Иоанн 8.12. И сказал Иисус, Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. В жизни должен быть свет. За крестом идти. А как? Где этот устав? В Евангелии. Во Святой Библии, которая лежит у нас на Луе. Ежедневно читайте. Вот у нас обыча, я повторяю, мы каждое утро после молитвы читаем Евангелие, толкование, вложим на профилактор, и проходим весь Новый Завет. Да еще и Библию читайте. Вот тогда можно чего-то ожидать. Иоанн 12.35. На малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объявла во тьма, ходящий во тьме не знает, куда идет. Христос говорил людям, которые были рядом. Слова его запечатлены в Евангелии. Постоянно узнавай, а как говорил об этом Христос? Ты что-то не понимаешь. Задавай вопросы. Я говорю, от вас вопросов нет. Мне вопросы дают посторонние. С других стран звонят. С Америки звонят. На них из Казахстана вопросы задают. А был в хрященнику, в воскресенье звонит уже опять возник вопрос. А как это сегодня понимать? Какое-то послание. Свои рядом живут никто не задает. Хорошо, думаю, что они знают. Даже вопроса ни одного нет. Видно, что занимаетесь. Не стыдно таким людям преподавать Слово Божие. 1 Иоанна 2,8. Но тьма проходит. А истинный свет уже светит. Это новая жизнь. Можем ли мы сказать, что меня свет осиял? Какой день? Как? Расскажи. Подробно. Апостол Павел знает. Я шел во тьме. Я не знал, кого я трогал. Я знал людей, которых весь мир недостоин был. И двух свет с неба сиял. Кого ты гонишь? Ты меня гонишь. А кто ты? Я жалких христиан. Это все, кто на зареиствую гонит. Да я на заре Иисус. Это не сектанты. Это настоящие христиане. Вот тут он дрогнул. Эта тьма, в которой он был, вдруг перекинул на глаза, он сразу отслеживает, чтобы он понял, Бог соединил тьму духовную и телесную. Сегодня, если Бог так делал, поводрение не хватило бы водить. Понимаем это? Первое Иоанна 2, 10. Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме. Вот один из признаков. Мало приходят друг к другу, мало беседуют, не знают, не разговаривают. Держит что-то на сердце, какая-то обида. Тот находится во тьме. Просто ненавидишь. Тот брат на другом конце земного шара. Все равно ты во тьме находишься. Прости. Напиши. Поговори. Позвони. И не знает он, куда идет. Потому что тьма ослепила его. Не свет. Слепит. Оказывается, тьма. Такого выражения в науке нет. Свет яркий, слепляет глаза. Оказывается, и тьма может ослепить. И тут написано так. Так когда мы имеем общение друг с другом, когда мы во свете, а когда человек злится, что он пойдет к нему? С кем надо иметь общение? Давайте этот послушаем. Вторая пара Мипоменон, 20 глава, 35 стих. И вступил иудейский царь Иостафат в общение на пользу царем израильским, который поступал беззаконно. И 37 стих. И изрек Илья Зерк, пророк, так как ты вступил в общение с нечестивым, то разрушил Господь дело твое. Они вместе построили корабли, и корабли разбили, и Бог разбил. В житях святых описывается. Переходит купец один и говорит, крушение на море. Святой ему отвечает, а как у тебя корабли были построены? Начал говорить, один обман. Вот они утонули, потому что с обманом. Дай денег мне. Я сейчас оборот сделаю, я тебе вернусь в процент. А не он дал. Опять корабли разбились. Он говорит, а почему? Оказывается, изворованно. Он решил еще продать один раз. И тогда еще раз занял деньги. И теперь уже я знаю, все должно быть по-честному. Закупил, продал, вырыжка полная была, все покрыл. Никогда нигде ни малейшей лжи не допускает. Если чужая вещь у тебя не знаешь, поищи хозяина. Подними ее, чтобы вы видели. Притча Соломона 3.32. Мерзость пред Господом развратная, а с праведными у него общение. Значит, общение имеет с праведными, а не с беззаконными. Потому что они мерзнут перед Господом. Ты водишь с кем дружбу, узнай, как он живет, чистая жизнь или нет. Исайя 2.6. Многие переняли от Востока еще радейство, как сейчас буддизм, йогу. И с сынами чужих они в общении. Проверьте, какие лишние, может быть, книги есть. Этому ничему не надо учиться. Даниила 13.57. А они, женщины, из страха имели общение с вами. Принуждали их в дурной жизни. Деяние 2.42. А вот апостолы всегда пребывали в учении апостольскими ученики и в общении, и в преломлении хлеба. Ты узнал, где вершись? И стирай мудрому человеку порог дома. Ходи к нему постоянно. Так говорит Иисус Серафор. Римлянам 15.24. Апостол Павел говорит, наслажусь общением с вами. Надо жаждать этого общения. У нас пришел в углу, обстоял, выморнул из храма, и больше не приходит ни на занятия, ни куда. Чужой человек. Свой человек, он непрерывно ищет общение. Где бы у вас ни собирались, вы меня зовите. Только обратились некоторые люди, они постоянно спрашивают. Видно, что это дерево начинает расти. Здесь ни одного. За 10 лет ни разу ни одного вопроса, ни разу не попросился на беседу. Что это означает? Ну, дроби. Начни вы лазить из этой тьмы египетской. 1 Коринфянам 10.3. Апостол Павел говорит, когда вы приносите жертвы, имеете общение с бесами, а я не хочу этого. Какие жертвы, где священников каждый год принуждали как будто бы возлагать венки в могиле неизвестного солдата, патриарх возлагает. Это то самое настоящее идолопоклонство. Там ничего нет. А если есть неизвестный солдат, Костя может быть совершенно безбожник, какой-нибудь нехристианин. Идут как на убой. 2 Коринфянам 6.14. Какое общение праведности с беззаконием? Ответ на этот вопрос. А Иоанн говорит, если имеем общение друг с другом, вот тогда кровь Иисуса Христа ощущается всякого греха. Монашиство этого не знало. По отдельности забились, кто как спасался. Иоанн говорит, общение друг с другом. Дальше жить во свете Христом. Как? Во слове Его. 2 Коринфянам 9.13. Мы должны соблюдать верность исповедованному Евангелию. И благодарим Богу за искреннее общение с нами. Павел благодарит всех, кто пишет ему письма, кто встречается, кто заботится. В Вернове сегодня сестре нашей уже в годах Марии сделали операцию на почке. только сейчас позвонила, чтобы все вас благодарили Господа. Утром позвонили, вчера позвонили, помолитесь, помолитесь. Почему? А они знают силу молитвы. Филиппийцам 1.6. Филимону. Дабы общение веры твоей оказалось деятельным. Не просто приходить, сидеть, говорить, а деятельным. На пользу душе, на пользу ближнему. И опять же, Филимону пишет 1.17. Если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Иногда мы говорим, вот такие это люди приехали, мы знаем. Примите. Или принимает себе всех, прибегает, у вас кто-то приезжает, а может, чтобы к нам заехали? Другой никогда не придет. Вы сами делайте это сравнение. Я с первого дня, когда обратился, 44 года назад, его сзад Михаил, она Анна. И если в год приезжало 100 человек к ним в общину, то 90, наверное, были у них дома. Я с первого дня увидел радость общения с людьми. Во-первых, узнаешь много нового. Дальше. Радость общения устанавливается. Через них ты выходишь на новый этап. И я сразу помолился, Господи, дай мне такую жизнь, чтобы как у них была, чтобы у меня постоянно были люди. И практически у меня двери не закрываются. Ни в городе, ни здесь. Постоянно звонят люди, спрашивают. Об этом надо просить. Глухой не слышу, а люди идут и спрашивают. Я могу сказать, что Бог ни одной молитвы без внимания не оставляет. Тем более, если мы ему скажем, Господи, мы имеем общение с Тобой. И поэтому сделай нас светлыми сынами. И чтобы мы не лгали, и имели общение друг с другом, и чтобы кровь Твоя очистила нас. И мы светлые, убеленные кровью Христа вошли в Царство Небесное. Аминь.